Еще тогда, когда стало понятно, что своего старшего ребенка, сына Арчи, принц Гарри и Меган Маркл позиционируют как рыжеволосого, многие задались вопросом. Но как? Ведь ген рыжины рецессивны и в комбинации с носителями генов другого типа уступает им как доминирующим. Рыжие дети рождаются лишь в том случае, когда оба родителя носители рецессивного рыжего гена, даже если у одного из них это и не проявляется внешне. Именно поэтому натуральных рыжих в мире не так уж много, 0,1-0,2 от всего населения планеты. Но как я люблю повторять, жизнь богаче схем. Например, в моем классе учились сразу две ярко-рыжие девочки. И ту, и другую звали Оля Сысоева. Нет, не родственницы. То есть в одном среднестатическом российском классе бомба упала в одну воронку дважды и преподнесла одноклассникам и педагогам сюрприз в виде Оля Рыжая Сысоева-1 и Оля Рыжая Сысоева-2. Возвращаясь к Сасексам. Многие удивились, рассматривая их праздничную открытку, презентованную публике накануне Рождества. Ну допустим, Арчи у пары родился рыжий природы, и генетика пошутили шутку, и рецессивный рыжий ген Гарри возобладал над куда более сильным доминирующим и не только над рыжими африканским генотипом Мэган. Но судя по фото, где фигурирует и Лилибет, рыжих детей в семье уже двое. В это многие поверили с трудом. Тем более, что Сасексы столько раз выдавали желаемое за действительное с последующим разоблачением, что увидев сразу двух рыжих малышей, большинство повело себя как Станиславский, воскликнув «не верю». И помянули фотошоп. Но, как уже сказано выше, наибольшая практически единственная вероятность рождения у пары рыжеволосых детей появляется в том случае, когда оба родители являются носителями рецессивного рыжего гена. Гарри – классический представитель племени рыжих. Унаследовал ли он это от отца конюха от Виндзеров или от Спенсеров, где рыжие имели место быть непринципиально. Но ведь и Мэган родилась не только у мамы афроамериканки Дории, но и у папы Томаса, ярко выраженного европеоида, с голландскими и ирландскими корнями. Огненно-рыжий цвет волос многих ирландцев вошел в пословицы и поговорки и даже считается типичным признаком представителей коренного населения Ирландии. Если взглянуть на цветные фото, на которых запечатлен папа Томас, можно заметить, несмотря на то, что снимки слегка поблекли от времени, у гена Маркла имеется заметный уклон в рыжину, пусть и не такую яркую, как у принца Гарри. Например, на этом снимке на фоне черных волос дочери, борода Томаса явно имеет благородный темно-рыжий оттенок. У многих мужчин цвет волос может отличаться от цвета бороды, и у жгучих брюнетов на макушке растут черные волосы, а на подбородке и верхней губе вовсе даже рыжие. Кстати, и старший единокровный брат Меган Маркл, Томас Маркл М.Л. Рыжеват, возможно, именно в отца и его ирландских предков. При этих допущениях Меган Маркл может являться латентным носителем рецессивного рыжего гена, что в сочетании с явной рыжиной супруга принца Гарри вылилась в двух рыжих детей. Так что законы биологии в данной ситуации объясняют все без каких-либо конспирологических теорий. А вы как думаете? Пишите в комментариях. Как по мне, так ребрендинг, если таковой и ведется, идет ни шатка ни валка. Но кто я такая, чтобы оспаривать мнение королевских экспертов, которые каждый шаг герцогини Сасекской рассматривают не просто под разными углами зрения, но и под микроскопом. Меган Маркл нередко упрекают в том, что она к месту и не к месту упоминает о себе как о королевской персоне. Не в силах отказаться от навязывания собственного мнения и создания собственной популярности. Путем эксплуатации БКС, несмотря на то, что они с Гарри на весь мир заявили, что намерены жить жизнью частных граждан. Но отказаться от такой возможности и пытаться стать влиятельными фигурами, будучи просто Гарри и некой Меган Маркл, для них забег безнадежный, к финишу они придут последними. Так что Меган, да и Гарри свой королевский бэкграунд используют регулярно. Однако королевские эксперты, особенно после шоу Элен Дидженерис, считают, что ситуация начала меняться, а герцогини проводит ребрендинг имиджи, намереваясь перестать использовать королевские ссылки. Королевские комментаторы Рэйчел Боуэ и Роберта Фиорита отметили, что появление герцогини Сасекской на шоу Элен продемонстрировало сей судьбоносный поворот. Выступая в подкасте Рой Элиапсест, Гэжа Фиорита сказала, что герцогини проводят ребрендинг, чтобы публика больше узнала о той Меган, которой она была до Гарри. И те неловкие розыгрыши, в которых Меган приняла участие в шоу Дидженерис яркое тому подтверждение. Ведь она сорвала аплодисменты многих поклонников, которые похвалили новый имидж Меган, за то, что она такая приземленная и так здорово демонстрирует свои навыки комедийной актрисы. Размышляя об этом Гэжа Фиорита сказала, в шоу Элен, в разделе «Уличный розыгрыш» не было никакой отсылки к королевской семье, кроме того, что был упомянут титул Меган. Да ладно. То есть зритель с удовольствием смотрел на некую просто Меган, а не на герцогиню соседскую, которая ломает комедию на потеху публике. Роберта Фиорита продолжает. «Я чувствовала, что это личный выбор Меган, она движется вперед, и для этого ей не всегда нужно выглядеть серьезной. Для меня было интересно, что Меган показала другую свою сторону. Ее комедийная сторона. Ее актерская сторона. Она действительно способна в этом отношении. И она это наглядно продемонстрировала». Рэйчел Боуэй согласилась ответив, красной нитью этого интервью стало то, как много всего было в ее докоролевской жизни. Похоже, что она начала писать новую главу книги своей жизни. Такое чувство, что она проводит ребрендинг, чтобы больше быть Меган той, которой она была до Гарри. Это определенно выбор, который она сделала. Говорила о вещах, о которых не могла говорить во время жизни в королевской семье. Она действительно собирается показать больше настоящей себя в ближайшем будущем. Интервью у Елен было открытием для многих зрителей и своеобразным отходом от того, какой она была у Опры Уинфри. В свою очередь Говард Брюер, генеральный директор Нузрум Пиар, сказал Fox News, что появление Меган у Елен имеет скрытый смысл. В конце концов, она и Гарри уже сломали шаблон, который диктовал, что члены королевской семьи избегают таких шоу и держат при себе свои мысли. Свою борьбу и комментарии, которые демонстрируют, что они такие же люди, как и все остальные. Для Меган участие в таком шоу показатель того, что она готова выйти за границы, которые ей предписывала королевская семья. Охват комментариев хейтеров герцогини Сасекской 17 миллионов пользователей в Твиттере. На Меган Маркла открыто травли в сети. Против герцогини Сасекской развернута целая информационная война, о чем свидетельствует отчет сервиса анализа данных Bot Sentinel. Согласно документу, 40-летняя супруга принца Гарри стала мишенью 83 специализированных аккаунтов троллей с предполагаемым охватом в 17 миллионов пользователей социальной сети Твиттер. Bot Sentinel использовал выборку из 114 тысяч сообщений о герцоге и герцогине Сасекских с января 2020 года, чтобы исследовать источники негатива в интернете. В результате обнаружилось 55 учетных записей, созданных исключительно для публикации негативного контента о Меган Маркл, а еще 28 использовались для усиления этих сообщений. Во время исследования мы использовали учетные записи Твиттер, исключая друзей и подписчиков. После просмотра двух аккаунтов хейтеров алгоритм соцсети стал предлагать множество других подобных пабликов, приводит Basset News выдержку из отчета Bot Sentinel. В отчете также говорится, что Твиттер сам предлагает следить за обновлениями страниц хейтеров. Мы считаем, что учетные записи, включенные в этот отчет, нарушают правила социальной сети Твиттер о манипуляции платформой и спаме. Злоупотреблениях, преследованиях и публикации частной информации, говорится в отчете. У трех самых популярных аккаунтов хейтеров по 25, 117, 21, 935 и 21, 844 подписчиков. По данным аналитиков, у 83 страниц было в общей сложности 187, 631 подписчиков. Это дает примерный охват к 17 миллионов пользователей. Мы определили, что Твиттер уже блокировал 40% основных учетных записей. И эти учетные записи использовали тактику, чтобы избежать блокировки, пишет бот Сентенел в аналитическом отчете. Также отмечается, что хейтеры не ограничили свою компанию Твиттером, они размещали аналогичный контент и в видеороликах на YouTube. Томас Маркл, отец герцогини Сасекской, настаивает, что пара должна уже сделать выбор, поскольку пытаться усидеть на двух стульях и вершить свои дела в США, пользуясь титулами попросту смешно. Томас Маркл неоднократно высказывался против пары после того, как их отношения начали распадаться перед свадьбой Меган с принцем Гарри. Томас и Меган не контактировали с 2018 года, а это означает, что бывший директор по свету еще не встретился со своими внуками Арчи и Лилибет. В его последнем заявлении говорится, что Меган и Гарри не должны вмешиваться в политику в качестве членов королевской семьи. Томас Маркл побеседовал с Дином Бутином на ГБ Ньюс и утверждал, что герцогини Сасекской и ее муж принц Гарри должны решить, хотят ли они быть королевскими или нет. Этот комментарий он сделал в тот момент, когда они с Дином Бутином обсуждали недавнее заявление принца Гарри о том, что он накануне события предупреждал генерального директора твиттер Джека Дорси о штурме Капитолия 6 января. Томас Маркл сказал, я видел выступление Гарри и подумал, что это какая-то глупая шутка. Сама мысль о том, что он позвонил им и сказал, что это произойдет, в надежде, что его мнение хоть что-нибудь смешно. Они пишут письма правительству как члены королевской семьи, хотя и не имеют права этого делать. Если они хотят и дальше продолжать в том же духе, то они должны решить, хотят ли они оставаться королевскими особами или нет. Г. Н. Вутин добавил, ваша дочь Томас также обращается к сенаторам США, представляясь герцогиней Сасекской и проводя кампанию за оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. В ответ Томас Маркл заявил, я думаю, что для нее смешно и нелепо так поступать. Я безусловно за оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Но я считаю, если Мэган действительно заинтересована в том, чтобы добиться этого она должна выйти. Выступая с речами самостоятельно от своего имени, не пользуясь титулом, чтобы помочь семьям сделать это.